Для этих людей байк не просто средство передвижения, а целая философия и образ жизни. Сибирские ценители свободы и быстрой езды каждый год с нетерпением ждут теплой погоды, чтобы выкатить своих железных коней. Традиционное открытие мотосезона, которое мы проводим ежегодно, за исключением ковидных этих годов. Соскучились? Конечно, конечно. Посмотрите на эти счастливые лица. Они все ждут открытия мотосезона, чтобы его провести, встретиться с теми, с кем не виделись целую зиму. У некоторых даже есть свой ритуал, который помогает им пережить не сезон. Прошлый год я каждое утро подходил к мотоциклу, заводил его, пил кофе, а потом шел на работу. Вот так вот я проводил время. После Нового года начиналась чесотка. Я его заводил два раза в день. Наркоман. С хорошей буквы. К слову, среди бруталов в кожаных куртках есть и девушки, любительницы адреналина. Приехали открыть сезон из столицы Сибири. У нас было раньше женское мотосообщество, теперь мы стали просто любителями. Но тем не менее мы общаемся с многими клубами. Это всегда так. Но мы больше, наверное, уже не любители, потому что мы ездим различные, делаем звания. В том году мы сделали Сибирскую версту, то есть определенное количество километров нужно проехать за определенное количество времени. Это и намного интереснее. Из колонны никто не выбивается, колонну никто не обгоняет. Безопасность превыше всего. После инструкции байкеры выстроились в колонну, чтобы проехать по центральным улицам города. Таким образом, по словам организаторов, они напоминают автомобилистам о новых участниках дорожного движения и о соблюдении правил безопасности. Открытие сезона завершили в городском парке концертом и мототрюками. София Иценко, Александр Антропов, День с толком.